И я сегодня на самом деле подготовил не доклад, а скорее какую-то такую реальную историю, как мы в своем агентстве начали внедрять клиентам Bittrex 24. Это не стрельба по какому-то массовому сектору, это скорее такой более прагматичный подход с анализом бизнес-процессов, пониманием, что нужно клиенту, как эти бизнес-процессы наложить на логику Bittrex и так далее, и так далее. Я затронул вопросы как коробки, то есть какой опыт мы получили первых внедрений, так и собственно облако. Какими там проблемами сталкивались, в общем, как все это было. Надеюсь, будет интересно и полезно. Грубо говоря, начиная внедрять Bittrex 24, мы диверсифицировались. То есть мы открыли новое направление, которое, скажем так, инвестировали в свое время, финансы, деньги, ресурсы, чтобы получить какой-то профит в виде денег и определенных пониманий, насколько это перспективно в будущем. На самом деле понятие диверсификации, я думаю, известно всем. Может быть оно совершенно разным. Можно фрукты, овощи, пластиковые окна как бы направление открывать. Можно кто-то SMM направление агентства открывает. Но вот мы для себя определили, что это прежде всего будет Bittrex 24. И вот ровно год мы этим и занимаемся. Вообще с чего все это начиналось? В 2011 году мы себе в компанию внедрили Леночку. Именно так назывался корпоративный портал. Но Леночка – это лучший серкалитарь, главный помощник во всем. Мы внедрили Core Portal и начали в нем работать. Наверное, полгода прошло время интеграции. Мы начинали привыкать вообще к этому процессу, потому что до этого у нас была какая-то самописная система. Work Manager это называлось. И, собственно, после чего, как мы уже всей командой привыкли к Bittrex Core Portal, мы начали переносить ряд бизнес-процессов в систему. Мы интегрировали ее с 1С, за счет чего у нас прямо в Bittrex 24, я сейчас говорю именно о коробке. В Bittrex 24 есть возможность менеджерам выставлять счета, акты, видеть зачисления, не нужно бегать бухгалтеру уточнять что-либо. Я, например, как руководитель, совладелец может запросить, какую бы там по сравнению была реализация по кварталам этого года. Мне хватит буквально, наверное, секунд 30 минут, чтобы собрать эти данные. Ну, то есть мы такой функционал дописали. Все планы на сотрудников у нас выставляются в нашем Bittrex. Мы, опять же, этот функционал дописали. И все часы, которые они затратили на те или иные задачи, суммируются к определенным проектам. Таким образом можно посчитать рентабельность проектов. Ну, тикетная система для делоподдержки. И еще самое, наверное, важное. Мы пользуемся CRM-кой Bittrex и настроили там бизнес-процессы. Просто можно просто их пользоваться, а можно действительно привести ее в порядок, так как это нужно делать. Грубо говоря, вот последние 5 лет мы этот Bittrex вроде как себе развивали, но клиентам практически подобные внедрения не делали. Что вообще стало предпосылкой, почему мы решили этим заняться? Ну, во-первых, развитие самого Bittrex. В 2012-2013 появляется SaaS решение Bittrex 24. Они вкладывают очень много в маркетинг, на самом деле, рекламы, семинары. Об этом все говорят. И когда раньше, например, еще год, там, полтора назад, мы сами рассказывали клиенту, что такое Bittrex 24, чем он может помочь бизнесу, то год назад, наверное, появлялись уже случаи, когда сам клиент говорил о нем. Появлялись запросы, а можно внедрить и так далее. Само развитие продукта начало создавать спрос. Ну и желание развиваться в сторону, скажем так, интегратора более сложных систем, потому что без какого-то глубокого энтузиазма новые направления взять сложно. То есть на нашей команде реально было интересно заниматься вот такими внутрикорпоративными задачами. Ну, грубо говоря, многие уже, как говорил наш технический директор, блин, нам бы лучше побольше коробок корпорталов внедрять, чем там саппортом заниматься. Ну и есть определенная любовь к тем или иным задачам. Просто это реально интересно. Первые внедрения. Ну, грубо говоря, первые внедрения были простенькими. Это интеграция, например, интернет-магазина с Bittrex 24. Это в CRM, скажем, такой бэк-офис для менеджера, чтобы он работал с заказами, не более того. Мы, во-первых, сделали презентацию, начали ездить с тем клиентам, которые нам уже давно доверяют, предлагать Bittrex 24. Буквально там 2-3 каких-то продаж было с не очень сложными настройками Bittrex 24. Я сейчас говорю именно об облаке. То есть таким образом мы начали продавать облако за счет вот этой презентации, ну и тех клиентов, которые нам доверяют. Да, это была не та кнопочка. Ну, наверное, серьезной проверкой у нас был кейс и вот этот проект Subway, который пришел к нам тогда, когда мы еще, в принципе, на зайцах не успели натренироваться. Был тендер крупный на разработку основного сайта. То есть там в скупе комплексный проект. Разработка основного сайта, английская версия, партнерский раздел. Вопросы маркетинга решались. И среди задач была разработка лид-админа. Именно так в Subway называли по сути CRM. Там в брифах было описание разработки CRM практически с нуля. Но мы в процессе пресейла настояли на том, что зачем изобретать велосипед. Ребята, в Bittrex 24 есть то, что вам необходимо. И, кстати, очень интересный кейс по продаже. Когда мы приехали демонстрировать, ну, вообще, в принципе, знакомиться, мы захватили с собой буквально 4-5 планшетов. Заранее в облаке зарегистрировали аккаунт и создали несколько пользователей. Раздали клиенту. И он смог с помощью нашей помощи поставить задачи. Мы заранее накидали несколько лидов, пообрабатывать лиды, пополнять статусы, чтобы они эту систему пощупали. Таким образом, хоть как-то уже у них сложилось мнение. Это какой-то воздушный замок. Мы благополучно этот тендер выиграли. Там мы разрабатывали основной сайт и так далее, Subway.ru. Ну, в принципе, сейчас я говорю именно о кейсе Subway в плане внедрения облака. Так вот, перед нами стояла задача понять бизнес-процесс их продаж, а там не так все просто. У них это, мы говорим сейчас о продаже франшизы. Это B2B сектор. И менеджеры, которые продают франшизу в России, они раскинуты по всей России. То есть кто-то ответственный за определенный регион, кто-то за округ и так далее, и так далее. И, по сути, пользователи будут регионально распределены. Мы, да, главной офис находился в Петербурге. Наверное, и сама пилотная группа, с которой мы работали, мы создали в Петербурге. А потом уже в конце в виде вебинаров подключали других пользователей. У них там не так уж много менеджеров. Ну, исчисляются десятками. Ну, и для них требовалась сохранность истории взаимодействия по лидам, быстрый поиск, календарь активности, мобильная датация. Это то, что, в принципе, Bittrex позволял. Главное было теперь перенести бизнес-процессы их. На самом деле, тот бизнес-процесс, который мы начали с аналитики, этот этап, где работает, в принципе, project-менеджер и аналитик, мы составили все UML-ки бизнес-процесса продаж. Как взаимодействуют от самой точки заявки менеджер до, там, уже передачи, когда уже франшиза куплена, передачи другому менеджеру, который занимается уже открытием ресторана. Собственно, этот бизнес-процесс, это только часть его сейчас на экране. Наверное, он занимал там около 7 листов, а 4 распечатки, и менеджер проекта мог просто обернуться. И когда это переносилось на бизнес-процессы Bittrex, это было еще длиннее. В это, наверное, была определенная сложность. Плюс мы раньше такого рода бизнес-процессы не настраивали. То есть приходилось много уточнять, узнавать метод ошибок и так далее. Также настраивали отчеты для руководителей, постарались максимально автоматизировать действия, освободить менеджеров от рутинной работы. Например, когда приходит запрос, заявка на франшизу, первое письмо информационное. Раньше менеджер отправлял через почтовый клиент, сейчас он сделает по клику в CRM, переводя статус из одного в другой. Это письмо автоматически формируется, отправляется, причем это письмо будет персонализировано от этого менеджера. Всякие такие менеджерские фишки, которые реально освобождают их от рутинной работы. Импорт имеющихся лидов. Тут самое главное отметить их цифру. Это 43 тысячи лида. Это действительно немало. И это съело облако, надо понимать. Ну да, и как я говорил, что в конце концов после пилотной группы мы помогали в формате вебинара обучать менеджеров собой продажи франшизы. Какие результаты мы добились в этом кейсе? Прежде всего это время реакции было снижено, потому что раньше менеджер работал буквально… У них была CRM-ка своя, ну это самописная. Там буквально просто список лидов, никаких отметок, когда было какое-то последнее действие, история в виде комментариев, которые не всегда кто-то пользовался и так далее. И если приходили новые лиды, им просто довольно сложно было определить, что они из этого уже обрабатывали, что нет. Сейчас, естественно, конечно, с этим гораздо лучше, и время реакции улучшилось, как и время обработки лида, в принципе. Ну и количество необработанных лидов, к сожалению, раньше наблюдали случаи, когда этот объем был, сейчас практически он снижен до нуля. Тут интересный момент. Я тут на днях готовился к докладу, спрашиваю у PM нашего, слушай, Дим, с какими сложностями ты столкнулся? Я в чате ему как раз Bittrex24 пишу. Он говорит, а это сейчас легко напишу. И он что-то 5 минут пишет, 7 минут пишет, ну через минут 10 такое полотно прислал. Я говорю, слушай, я вроде на партнерской конференции Bittrex выступаю, я уж не буду говорить про недочеты их. На самом деле, в принципе, мы когда уже все-таки столкнулись с определенными нюансами, я надеюсь, как бы просто со временем это все исправится, что было, наверное, самое сложное? Ну, так как я говорил, что бизнес-процессы довольно емкие, было отсутствие возможности копировать что-либо, немножко напрягало. То есть это, опять же, дополнительно потряченное время, чтобы все это выстроить. Отсутствие описания составления отчетов. Действительно, документацию мы не дошли и пришлось так повозиться, чтобы правильно настроить эти отчеты. И еще нюанс. Например, когда мы создадим отчет из-под администратора, его никто не видит. Только из-под аккаунта определенного пользователя, руководителя, мы должны это сделать, чтобы он в дальнейшем мог пользоваться. И интересный вариант. Столкнулись с проблематикой рассылки, когда действительно мы интегрировали 43 тысячи старых лидов и нужно было делать рассылку, по нескольким тысячам она просто не проходит. Вот такой вот нюанс. Ну, это уже, в принципе, мелочи. Второй кейс, который я хотел уточнить, когда мы встретились уже с работой по коробке. Это совсем другая история, другая задача. Такое интерпрайз решение. Довольно сложный пресейл, потому что это банк. У них были высокие требования к партнеру, подрядчику. Кстати, тут опять же, небольшой кейс с продажи. Мы на пресейловские встречи позвали с собой представителя вендора, то есть битрикса. Респект Михаилу Беляеву. Он просто поучаствовал как дополнительный гарант, не более того. Но это, я думаю, безусловно нам определенного веса в продаже добавило. Что здесь интересного? Это коробка, которую нужно было интегрировать с тремя разными системами. Система SCUD, это система контроля управления доступом. Мы делали для банка выгрузку отчета по рабочему времени. То есть, знаете, все SCUD-системы, это карточки, когда мы входим в бизнес-центр, проводим, и в принципе записываются данные о том, что такой-то табельный номер вошел там в 17.05, вошел там в 12.02. Мы, грубо говоря, эту базу знаний, вот этих дат, начали разбирать и должны были составить четко, когда человек пришел, было ли опоздание. Если столкнулись с массой задач, например, что многие забывают свои пропуска, выписывают временный, надо уточнить временный пропуск, кому он принадлежит, вот эти все связи. Это действительно такая непростая задача. Active Directory, это система авторизации, строили сквозную авторизацию между Bitrix24 и Active Directory. Ну и мастер-баланс, это такой носитель знаний у банка, где очень много информации о структуре, о должностях, о графике отпусков и многое-многое другое. И тут, наверное, опять же, сложность по незнанию. Это как раз тот пример, когда мы еще раньше крупную коробку такую никому не внедряли. Тут у нас 500 свыше сотрудников. Мы используем, думаем, вот сейчас возьмем готовую схему, иерархичную схему структуры организации Bitrix. Все это дело туда выгрузили, показали, банк говорит, а этим пользоваться невозможно. В принципе, собственно, сами понимаем, потому что те наследования и привязки там департаментов к определенным кураторам, они просто не подходят. И ту же структуру нам практически пришлось полностью переписать. На самом деле, проект, да, первый релиз мы внедрили, сейчас идет работа по второму релизу, просто новый-новый функционал туда внедряется. Какие сложности? Ну, например, банк, такой, скажем так, специфический клиент, они говорят, что нам не нужны никакие социальные коммуникации внутри, нам не нужна живая лента, нам не нужны комментарии. Иногда кажется, а что сложного? Сейчас возьмем в коробке, выпилим эти комментарии. А на самом деле, они цепляют там много-много других компонентов и так далее. И просто нет возможности галочку поставить, все, комментарии отключены. И вот такие вещи, нам пришлось с этими вещами много повозиться. Но приобретенный опыт и на самом деле задача очень интересная. Сейчас в процессе второй релиз. Если говорить о проектном процессе, тут опять же надо разделять облако и коробку, потому что в облаке, как я сам бы отметил, достаточно буквально двух, может быть, трех человек в проекте. Это project manager и аналитик. Тот, кто сможет проанализировать бизнес-процессы и потом настроить. Но очень важно знание продукта, чтобы не пообещать клиенту что-либо, чтобы потом не реализовать. Если мы говорим о коробке, то тут, возможно, я скажу банальные вещи, но еще раз повторюсь, только гибкая методология. Никаких полноценных ТЗ, максимум сбор требований, понимание, что должно быть в первом релизе, но требования должны быть, как по спринтам определенные, уточняться постоянно. Потому что чем крупнее клиент, тем новшества появляются хаотичным образом. Новшества имеют в плане хотелок или каких-то там вещей, которые предсказать довольно сложно. Но если говорить о результатах, с точки зрения бизнеса, скажу честно, направление имеет более высокую маржинальность, чем веб-разработка. Веб-разработке, особенно в высоком ценовом сегменте, вроде кажется он высокий, но маржинальность там невысокая. Обычно это от нуля до 20%. Если говорить о, наверное, внедрении битрикс24, у коробки маржинальность может достигать до 40%. По сути там просто работа, только менеджерская работа, консалтинг. Если говорить о коробке, наверное, это маржинальность близка к веб-разработке. Но тут есть масса плюсов, если продавать лицензию, там, допустим, как золотой партнер получать определенные бонусы 50%, что есть, собственно, хорошо. И за счет этого можно подстраховаться и повысить прибыль. Мы на самом деле довольны, потому что ввязались в крупные вот такие корпоративные системы, но сами кайфуем от этого. Потому что задача намного интереснее, чем там, ну вот лично для меня, я с горящими глазами на это смотрю, чем приходишь к клиенту и начинается вот эта старая древняя тема, вроде как опытный клиент, там сильная компания, ну а давайте поменяем там тот цвет, давайте шрифты изменим. Ну, знаете, это разработческие, сайтовские темы. Вот в корпортурах такого нет. Там реально обсуждаются совсем другие вопросы. Хотя тоже бывает, отдел маркетинга всплывает, а почему у нас там цвет не тот. Но это мелочи, это легко, быстро поменять можно было. На самом деле на этом все. Вот такой опыт за год. Спасибо за… Дмитрий, спасибо за интересный доклад. Вопрос такой. Вы говорите, что вы внедряете и облако. Были ли у вас случаи, когда вам нужно было расширять функциональность облака через rest-up, и у вас были какие-то проблемы с этим? Или текущие rest-up позволяло полностью закрыть вот контур автоматизации, которые клиент просил? Я понял. Опыта пока еще такого не было. Скажу честно, поэтому тут придумывать ничего не буду. Привет еще раз. Дим, у меня такой вопрос на самом деле, как раз потому, что я из БФА банком тоже сталкивался на обсуждениях на этапе. Как вы оцениваете такие проекты? Именно клиент все равно ждет какого-то коммерческого предложения с ценами. Понятно вилки, понятно там очень много составлять, и многое, что изменится в процессе еще. Изначально как вы все равно пытаетесь их оценивать? Особенно когда ты раньше, например, это не делал, это оценить очень сложно. Это, конечно, пальцем в небо, но и плюс закладывать риски. Но тут есть нюанс. Можно, конечно, вилку-то поставить, но чаще всего такой крупный заказчик, как БФА, он регистрирует бюджет, скажем так. У него есть выделенный бюджет, там, x сумма. Все. По сути, они просто… Ну, очень будет сложно найти там какие-то дополнительные средства. То есть, скорее, приходится управлять требованиями в процессе разработки. Это я немножко другой вопрос затронул, да. Это как не выйти за минус в проекте. Если мы говорим о изначальных оценках, это, наверное, мини-консилиум видеоопытного менеджера, технического директора. Там меня, мы садимся, начинаем обсуждать задачу. Что нам нужно в ней изменить и так далее. Вот в том же БФА, я как и сам говорил, что мы наткнулись на проблему. Это, например, структура компании. Мы хотели использовать ту структуру, которая есть в Битриксе. И только в процессе поняли, что мы ее использовать не можем. И, наверное, потрачено было вдвое больше, вот конкретно на эту задачу, часов, чем мы туда заложили. Но мы не, как бы, дополнительно с клиента за эту ошибку мы денежек не просили. Постарались выиграть, может, на какие-то часы на других задачах. Ну, то есть методом проб и ошибок, опытного взгляда в небо, наверное, вот такое. Пока такая оценка. Ладно, спасибо. Спасибо за доклад. Дмитрий, я вот рассказывал про заточку своих инструментов в Битрикс24, да, и была упомянута тикет-система. Какую все-таки используете или как настраивали? Своя. Грубо говоря, мы просто в Битрикс внутри дописали тикетную систему, очень простую, когда сыпятся цикеты, и мы можем прямо тикет выставить в план сотруднику в работу. В задачах, да, они появляются? Нет, вот именно, что это не задача, это отдельная система. То есть, вот это тот пример, когда в компании всегда была собственная CMS-ка до 2011-го, а потом появляется Битрикс. И спецы, которые начинают работать с Битриксом, его особо еще не знают. И начинают писать на понятном в себе языке, не используя компоненты Битрикса, там тот же API Битрикс не использует, в фреймворк смысле. И получаются такие некоторые отчужденные функционалы. То есть она не связана была с Битриксом вообще, получается? Или интегрирована? Она связана, грубо говоря, таким хардкордным методом, назовем так. Но это позволяет нам просто выставлять тикеты в планы. Допустим, программер поработал над задачей, в конце дня проставляет, на ней поработал 4 часа. И это идет, там уже учитывается в другой системе, собственно, по проектам. Я понял. Спасибо. Спасибо за доклад. Бранд 1 Бит, Евгений Зотов. Скажите, при оценке проекта вы как понимаете решение? Работать только по ТЗ, либо на основании неких оцененных функциональных требований? Потому что ваш коллега из Спинола, он отмечает, что он работает только с ТЗ. Вот у вас как работа строится? И как вы поступаете с рисками, если ТЗ нет? Спасибо. Ну, наверное, это корни ответа пойдут из веб-разработки. Мы просто сами очень долгое время писали технические задания, но потом полностью от них отказались. То есть буквально пишется сбор требований и фиксируется, что бы вообще хотелось. То есть если говорить о внедрении Bittrex 24, ну, коробки, там обычно идет какая-то постановка задачи, где идет список функционалов, которые необходимо внедрить. То есть ТЗ подробного о каждом нет. То есть есть буквально, наверное, там описание в виде трех-пяти предложений. Да, приходится прикидывать, с какой задачей мы столкнемся и как ты ее оценил. То есть закладывать, например, на эту задачу 20 часов. Думаем, нет, а если вот это потребуется? Я говорю, да нет, нет, если что, на уровне менеджмента мы с ними решим, объясним, что вот это делать нельзя, потому что это будет там, мы максимум это закладывали. Ну, на самом деле очень многое остается на плечах менеджера дальнейшим проектом. То есть, по сути, ну, это гибкая методология, тут нельзя какое-то ТЗ большое писать. Можно написать, но чаще всего в процессе я все равно от него отойдем. Это уже закон. Тут еще, да, тут надо смотреть, как мы работаем с точки зрения документов. Просто у нас есть генеральный договор. Генеральному договору ставится доп. соглашение. Каждое доп. соглашение – это определенные решенные задачи. И мы сдаем, собственно, по частям вот таким. То есть вот как раз в доп. соглашении четко описано, что мы делаем. Вот там как раз мини-ТЗ есть. Но там буквально, может быть, 3-4 задачи описаны, а не весь объем. И таким образом сдается определенная часть потом. Еще одна часть. И так вот до последнего. Но чаще всего последнее просто перерастает там в поддержку уже. Вадим Кабанинетекс. Вот детализировать этот вопрос конкретно по бизнес-процессам. Потому что это большой головняк. И когда клиент говорит, ну у меня вот так вот, вот так вот. А потом начинаешь медлять, оказывается все по-другому. Как вы вообще проектируете бизнес-процесс? Может какой-то софт используете? Потому что схемка такая красивая была. Как вы это потом фиксируете там, не знаю, с клиентом, там вплоть до текстовых заданий. Каким образом у вас вот это происходит? Понятен вопрос? Да, да. Вопрос понятен. Я сам использую Mind Manager. Если говорить о картинке, это картинка нашего PM. Честно, боюсь соврать, что он за софт использует. Если на самом деле, наверное, может быть было бы правильно бизнес-процесс, который мы приложить в DS куда-то, то есть и подписать. Мы обходимся просто подписью руководителя на листе на бизнес-процессе. Что он согласован, что не будут изменения в нем. То есть вот такая вот схема, как вы показали на скриншоте. А текста задания или еще чего-то. Ну, я говорю, что, например, если идет внедрение, то есть маленькой части, вот там пять задач, PM берет и описывает. Про большие, например, то большой бы был бизнес-процесс. Потому что ему перелопатить потом задания все, даже протестировать просто, это просто нереальные какие-то. У нас был такой кейс. Да, если что, какие-то подробности можем обсудить после. И последний вопрос. Да, в принципе, проблем с этим нет. Относительно гибкой методологии, соответственно, документация. Как вы ведете документацию в Bittrex 24? Потому что в Вики там, ну, сами понимаете, никакое. Для этого вы используете сторонние какие-то сервисы или как работаете? Используем никакое Вики. Используем никакое, по вашему мнению, Вики. Ну, в смысле, Вики документация. Ну, я имею в виду, оно просто такое общее, да, Вики, которая в группе есть, да, у Bittrex 24. Оно не совсем удобное. Именно для разработчиков с точки моей, ну, с моей точки зрения. Вы используете именно ее? Или потому что вы экспортируете это в PDF как-то и так далее? Или ничего не делаете? Используем Вики, которая там есть. Действительно, может быть, кто-то сказал бы, что неудобное. Но я вот прямо отзывов плохих о ней не слышал. Клиенту понятно. И относительно последний вопрос. Относительно готовности задач. Вы делаете, допустим, там, ну, допустим, спринт 5 дней. 5 задач. Соответственно, как вы понимаете в процентном соотношении готовность задач? Насколько оно выполнено? Потому что в задачах в Bittrex 24 нет процентной шкалы. Как вы это понимаете? То есть, как влияет решение этих 5 задач на процент всего проекта? Или как понять решение этих конкретных задач? Конкретные задачи. Например, на задачу срок дается 3 дня. Проходит 3 дня, конец рабочего дня, вы принимаете задачу. Но вы понимаете, что дедлайн есть, а задачи нет. Не так сложны первые 90%, как вторые. Решение любой той или иной задачи. На самом деле, вот, и сам не люблю заниматься процентовками, потому что все это очень субъективно. И, в принципе, редко встает такой вопрос, а какой процент выполняемости у нас в той или иной задаче? Ну, бывает, конечно, если подгоняет заказчик, спрашивает, а что там, что там, можно ответить в процентах, но я просто от них как-то ухожу. Честно, просто не приходится в работе использовать проценты. Использовать проценты всего проекта, вот это, наверное, да. Вот есть такой у нас показатель. Мы его высчитываем по затраченным часам. Но это не всегда актуально. Например, если проект уже в середине пошел в минус, значит, уже это неправильный показатель. То есть мы по часам, ну, допустим, заложено 100 часов и страчено на 60. Вроде бы как 60%. На самом деле, что это может быть только 40%, и мы просто пока отстаем и затратили больше.